Или мраклятый вейнарц, ищра баньмёка, югиня баньфар, гаслшица. Что ж, всем привет, с вами Хьюберчет. И наконец-то, наконец-то вы, мои подписчики, решили отойти от тематики жути. Мне больше не придётся тратить деньги на психотерапевта. Или же, или же... И если же вы хотите новое, крутое, опупенное видео по разбору моды d6.gro, то давайте соберём более 30 лайков, и я вымчу новую видосику. Да египетская сила, ну вы серьёзно? Как можно было за один день вообще собрать больше 30 лайков? Я просто в шоке, вы молодцы, народ. В любом случае, сегодня мы поговорим о Параба Дрэпер вне видеоигр. Пожалуй, я начну с общеизвестных фактов. Например, по Параба Дрэпер выпускалось... АНИМЕ! Это чё я теперь получается, дважды анимешник? Но по сценарию, суть вы уловите чуть позже. А именно, когда я объясню, что субтитры для этого самого аниме я не нашёл ни на русском, ни на английском, ни на любом другом языке, который я приблизительно хотя бы знал. Да и тема эта довольно-таки обширная. Вы просто посмотрите на количество эпизодов и на даты трансляции этого самого сериала. Поэтому Параба Дрэпер ТВ-сириес я оставлю для другого видео. Ну а сейчас давайте перейдём к чему-то такому, о котором тоже знает довольно много людей, но всё же не все фанаты. И это, конечно же, музыкальные альбомы, кто ж подумал? Я сейчас не имею в виду сундтреки из этих игр, выпущенные в Японии на аудио-сиди. Я имею в виду полноценные альбомы с новыми песнями и перепевками уже старых. Начнём наше погружение, пожалуй, с Milk Can Make It Sweet, в котором для начала есть перепевка девяти песен из Анджи Мерлэмми с голосом Кэти Кэт. Ибо лишними двумя я не имел в виду альтернативные варианты из компании Запарабу. Нет, я имел в виду те самые две песни, которые появляются в заставках. А именно, Casino In My Hair. Лично вот это вот мой любимый момент. Ну и ещё из момента, где был парад беременных корольчих. Я либо смеюсь очень наигранно, либо смеюсь как маньяк. Так, вам надо объяснить причину моего угара. В общем, в этом альбоме Milk Can Make It Sweet есть целые две песни, посвящённые ребёнкам. Детям. Короче, вы уловили суть, младенцам, врождённым. И как бы я знаю то, что Кэти Кэт единственная вокалистка в группе Milk Can, но всё же. Послушав текст этих песен, и что конкретно она там говорит, у меня складывается такое впечатление, что она реально хочет завести себе семью, и чтобы у неё было много ребёночков, которых можно поить, кормить и ложить спать. Это так мило и странно одновременно. Ведь сколько вообще? Пятнадцать, что ли? Чё-то я слишком долго просидел на каверах. Давайте уже перейдём, наконец, к оригинальным песням. Первая из них не совсем оригинальная, поскольку использует общую тему и реплики, и с шестого уровня оригинальной игры Amjim Erlemy, но зато она имеет новую, более такую, знаете, вязкую, криповую музыку. А ещё под конец песни появляется новый текст, новые слова, и, к сожалению, он очень быстро увядает. Поскольку целиком вся песня придерживается темы этой всей вязкости неприятностей. Ну и через неё каким-то рывками проклятывается нормальная музыка. Следующий же трек называется «Тема Рэми», и я больше вам скажу, он нифига не оригинальный, его можно найти в файлах игры. Так что, хотя он довольно-таки интересный, даже мрачный, но уделять времени ему много я не хочу. Потому что дальше у нас идёт... Песня из титров, а точнее её полная версия, которую не найти в файлах с игрой. Называется она... В общем, по сюжету этой песни, Кэти пытается завязать отношения, но каждый раз они не получают... Ладно, давайте отбросим обсуждение текста и перейдём сразу к смыслу. Потому что, сами посудите, тут по тексту она собаку выгуливает. Может быть, это парапа? А смысл в том, что если у тебя много раз чего-то не получается, то брось ты на эти проблемы и иди дальше живи. Посыл вроде правильный, но в то же время спорный. А вообще, я не музыкальный аналитик, а в этих самых двух песнях вложено столько текста и смысла, что для этого можно выделить отдельный видеоролик. Так что перейдём к следующей песне. Дальше у нас идёт песня Ну или же Мы бочонок с молоком. И тут по сюжету песни Кэти берёт на себя ответственность, чтобы заставить Масан и Лэми играть. В начале песни, а потом вдохновляет весь народ на то, что они крутые, и давайте слушать Милккен. Я же говорил, что я не музыкальный аналитик. Но опять же, в этой песне очень часто меняется темп, что лично мне по вкусу, а ещё в ней довольно-таки интересный и выразительный текст, который советуется даже прочитать отдельно, так как... Блин, ну вы сами попробуете отделить тут слово от слова какие-то подвыбертые, подвыбертые Коро-каро-каро-каро-каро-каро-каро А сейчас давайте перейдём к другому альбому, а именно PJ and Parappa Ice Cream Вы поняли шутку? Типа, айскрим, я ору, но при этом айскрим, мороженка. Кстати, этот альбом вышел ровно через 2 месяца и 3 дня после Make It Sweet, а именно 22 сентября 1999 года. И представляет он из себя ремиксы. Ремиксы песен из альтернативной кампании за Парапу из I'm Jammer Lame. Хотя скорее в этом случае I'm Jammer Lame и... Знаете, что я так подумал? А что если Парапа и его друзья это... Гориллас? Только еще до появления Гориллас. Вот если бы еще на годика-два раньше они выпустили эти альбомы, было бы классно. А так, блин, не сошлось. Хотя если считать, что первый сингл вышел только в 2001... Хммм... Это уже тема для дискуссии. Кто, что, у кого сплагиатил. Давайте оставим это диванным теоретикам, а сейчас перейдем к... комиксам. В апреле 2000 года Родни Гринблэд выпустил серию комиксов Родни Фан Комик Коллекшн. Кто такой Родни Гринблэд, спросят новички. А я вам отвечу, это главный художник всей серии. Он и нарисовал Парапу, Лэйми, Пиджея и остальных. И первый комикс в коллекции называется Страна грез Пиджея. И раскрашена у него только лишь обложка. Если вкратце, то тут Пиджей проводит свой обычный день, а именно ест, поет диджея, спит. И во сне как раз таки он и попадает в свою сонную страну. Где его все обожают, любят и он всех спасает. В общем, типичная жизнь одинокого Хьюберто. Ну а следующий комикс у нас про Сани Фани. И называется он Вежливое садовое чаепитие Сани Фани. И комикс показывает нам вежливую Сани Фани. Да жути вежливую Сани Фани. И она собирается устроить самую вежливую вечеринку. Но все опять же выходит за границы разумного. Сани опять перебарщивается своей вежливостью и откармливает своих друзей до удари. Парапочек эти еще легко отделались, а вот Пиджея мне реально жалко. Хотя очень мелкая прослойка людей сейчас не проявляется чувствуя к этим персонажам. А просто наслаждается комиксом. Очень наслаждается комиксом. Следующий комикс называется Кэти из Шоппинг Эксплозион. И по сюжету комикса Кэти хочет купить себе новое радио, новую кофеварку, новый фен, да и вообще много всего нового. И по счастливому стечению средств она выигрывает телефоном конкурс и покупает все, что когда-либо хотела. Но позже, благодаря своему другу Пиджею, она понимает, что вот у нее появился телефон. Но теперь ей нужно платить за связь. Вот появился наконец-таки ноутбук. Но ей теперь нужно платить за интернет. Она даже купила себе DVD-проигрыватель. Но теперь ей нужно арендовать несколько фильмов. Ну хотя бы фен работать без дополнительных затрат. Наслаждение. Ну а также тут мы узнаем о ее поэтичной сущности. Послушайте эти прекрасные стихи. Желание чего-то. Красивые носки на мне одеты. Шопинг. И менее всего. Я думала, что не могла иметь. Победитель. При утреннем рассвете. Через окно моего дома. Контент. Явился от Хьюберто. Последний комикс самый интересный. И называется он. Парапа устраивается на работу. Все просто. Он уже прошел Final Combat 6. И хочет купить себе Final Combat 7. А у Бати денег нет. Видите ли. Игры сейчас стали по 60 баксов стоить. И он. Точнее его подруга Кэти. Принимает решение устроиться работать в ресторан. И не абы кем. А посудомойщикам. Конечно же Парапа лишь доедает остатки. Не объедки. И ничего больше не делает. Позже он решает устроиться курьером. Ну и эта шарманка оказывается с подвохом. В итоге посоветую ПИДЖЕЯ. Он идет работать в видеоигровой магазин. Представьте если бы там он продал игру просто у себя. Оказывается что он как консультант NVIDIA. Но в 100 раз круче. И даже без нормальной зарплаты. Оплатит ему возможность убрать игры на дом. Он остается на работе. Также хочется добавить что в конце каждого из этих комиксов. Есть довольно таки интересное интервью. От персонажей Родни Гринблэда. К самому по себе их автору. Хотя мне кажется что все должно быть наоборот. Так же о Парапе было два скетча в парадинном шоу Робоцип от Adult Swim. В первом скетче высмеивается то что Парапа не может по-настоящему раповать. А лишь повторять запомнившиеся строчки. Но как мы уже успели узнать. Это не совсем так. Во втором же более мрачном скетче. Он стучит в суде о том что Кинг-Конг Муши. Это тот парень с последнего уровня. Провзил оружие и наркотики у себя в грузовике. А потом Рапа Чаонжи застрелил. В общем этот скетч скорее содержит несколько мелких шуток чем одну большую. Иииииииии... Кажется это все? Нет. Как Хьюберт из далекого будущего я говорю что это далеко еще не все. Помимо аниме сериала из начала видео был еще один. Дошедший до нас гораздо в лучшем состоянии. И даже с полноценными английскими субтитрами. Это еще не говоря про тонны мерча выходившего как в дни популярности Парапы так и в его день 20-летнего юбилея. Это уж не говоря о таких вещах как например ведро или будильник. В общем Парапных штук есть еще очень и очень много. Я надеюсь что когда-нибудь созрею сделать вторую часть этого ролика. А с вами как всегда был ваш добрый дядя Хью. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok